здравствуйте в эфире телеканал это он тв программа тема дня меня зовут александр гурарье и я обращаюсь традиционные просьбы подписывайтесь на наши каналы в ю тубе кто еще не подписался подключайтесь к нашему телеграмму читайте комментируйте ставьте лайки задавайте вопросы мы постараемся на них ответить наших программах кто со счет возможным помочь каналу там вот есть две кнопочки под этим видео супер спасибо или кнопочка стать спонсором мы благодарны за любую помощь ну а сейчас я приглашаю в эфир моего друга и коллегу григория тамара офицера армии обороны израиля в отставке военного историка журналиста писателя гриш привет добрый день добрый день с приветом с солнечной чехи солнечной чехи ну солнечная она относительно но страна хорошая прага прекрасный город значит как тебя занесло в центр европы что и потом уже перейдем к нашим к нашим делам я знаю что у тебя есть сенсационное сообщение по поводу того что турция готовится я открываю карты турция готовится к серьезной войне с израилем и совершенно верно давай ну давай по порядку причин моего визита прагу было две первая причина это счастье церемонии которую подготовил чешский муниципалитет при поддержке в пражский вернее праж при поддержке чешского правительства и церквей чехии естественно при взаимодействии с еврейской общиной чехии и праги 7 октября в 6 вечера состоялась грандиозная церемония в самом церкви праги где были ну тысячи людей они за три четыре пять тысяч метров на сказать потому что площадь была заполнена не было свободного места встать мы пришли просто пораньше поэтому стояли у трибуны были израильские флаги были чешские флаги было много очень полиции которая отдавала честь и израильдянам и пожимала руки выступали на мне была политика выступали общественные деятели были уважаемые люди которых уважает народ выступали представители израильской делегации это и хазан который пел песни на иврите который сам воевал газе парень молодой это и различные деятели искусств и религиозные деятели раввин выступал и выступали представители чешской еврейской общины это было трогательно до слез чехи плакали пели гимн израиля пели гимн чехии это было подлинное выражение солидарности которое шло от души от сердца чешского народа и это было незабываемо гриш не могу вопрос вот извини что перебиваю вот знаешь вот мы видим вот в трудное время когда вот израиль сейчас воюет причем на многих фронтах европа как бы условно разделилась опять на западную европу и восточную мы видим что восточная европа поддерживает израиль во всем этой чехия это и венгрия это и другие страны и словакия то есть ну вот те страны которые страны балтии да страны балтии просто безоговорочно да и значит вот всякая вот либеральная вот эта европа типа там испании голландии там и прочее 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 даже даже германия вот сейчас но про эмбарго мы поговорим отдельно чем ты объясняешь этот факт я думаю что тут есть две причины первая чисто демографическая в восточной европе физически отсутствует такое количество арабов мусульман которые то ли как беженцы то ли как иммигранты приехали в эти страны и являются по сути я называю вещь своими именами пятой колонной которая подрывает традиционный европейский вклад жизни превращает эти страны в исламские страны из исламизируемые страны если не смогли в свое время силой меча мусульмане удержать контроль над испании если они не смогли в средневековье покорить францию то сейчас они это делают без силы меча а используя так сказать вот этот европейский либерализм этот гнилой либерализм псевдодемократии это с одной стороны но чисто отсутствие вот этнический а второй момент идеологический дело в том что восточная европа которая на своей шкуре испытала все прелести марксизма ленинизма имеет определенную долю определенную долю это не абсолютно но тем не менее значительная часть общества имеют долю иммунитета от всего вот этого вот левачества которая кстати сейчас очень активно использует и россия в своих интересах это в свое время еще в 50 и 60 и годы вкладывались деньги советским союзом колоссальные то чтобы внедрять эти мысли эту идеологию по либеральные интеллектуальные руки западной европы и вот это вот радикальное левое течение марксизм по сути в его таком современном современной интерпретации они полностью подрывают исконно европейское представление о том что такое либерализм в его изначальном понятии вот эти два момента они в восточной европе в меньшей степени присутствуют в меньшей степени соответственно просто обычная здравомысля народная здравомысля которая позволяет человеку отличить черное от белого но восточных европейцев более и они действительно выражают солидарность и даже те страны которые традиционно считались антисемитскими странами например больше однако среди польского истеблишмента политического есть и значительно больше симпатии израильской позиции нежели скажем среди французской а франция а франция прошу напомнить это наш в прошлом геополитически не просто союзника партнер патрон до 67 года так что вот такие это надо надо понимать что меняются реалии и надо понимать что всегда нужно играть на разных полях политических и особенно если есть поддержка какая-то ее нужно использовать ее нужно взращивать культивировать развивать давайте какие-то материальные платформы воплощать ее потому что вот сегодня упомянул про эмпарк как раз вот чехия это государство он не просто его не поддерживает и просто сотрудничает с ираильских оборонном сектор а еще и говорят я встречался здесь представителями оборонной промышленности и они говорят что есть готовность на правительственном уровне поддерживать совместные израильско-чешские проекты а чешская оборонная промышленность великолепная. Израильская оборонная промышленность великолепная. Это мог быть потрясающий симбиоз. У Чехов такая историческая культура производства. Это же центр Европы. У них и опытные кадры, и оборудование. Все, конечно. Ну, я хочу напомнить, что Чехи заблокировали последнюю резолюцию Совета Европы, которые, значит, там хотели осудить Израиль. В результате Джозеф Боррель бедняжка от своего имени все это публиковал. Но это уже как бы был абсолютнейший пшик, не имел никакого смысла. Так что Чехи нас поддержали. Итак, давай перейдем к тому, что мы анонсировали. Турция и Иран. Турция готовится к войне с Израилем. Что это значит? Ну, вот как раз находясь в Чехии, я контактировал с турецкими коллегами и получил такую очень интересную информацию. Мы как-то все погружены информационно в иранскую, нам сферу в ливанскую, там арабы нас интересуют, там, может, Россия, да. Но мы забываем про Турцию. А в Турции, тем не менее, вот происходят сейчас те же самые примерно процессы, которые происходили в России накануне войны с Уфаидом. Раздувается, берутся цитаты Бен Гвира и смотрят, чем я сейчас на полном серьезе говорю. О том, что нужно восстановить Великий Израиль, там, и так далее. И говорят, вот смотрите, официальный министр в израильском правительстве это транслирует. Значит, это официальная политика израильского правительства. И если они хотят оккупировать часть Сирии, оккупировать часть Ливана, а эти мысли высказывались, то мы, значит, должны нанести удар первыми. Мы должны напасть на Израиль первыми, потому что они планируют на нас напасть. Они планируют оккупировать часть Турции. На полном серьезе это вот транслируется в масс-медиа. И самое интересное, что эти мысли очень распространены среди оппозиции турецкой. А оппозиция турецкая сегодня очень сильно поменяла свои акценты. Фактически, это разновидность марксизма. Их вот оппозиционная главная пара. Это не та оппозиция, что была раньше, более либеральная. Теперь. То есть такой исламский марксизм, да? Да, да, да. Теперь. Эрдоган планирует изменить институцию. Вам это ничего не напоминает, да? И изменить характер светскости турецкого государства, сделать его исламским. То есть это тюрк там крутится в гробу вообще как волчок. Да, да, да. Как пропеллер. Как пропеллер. Значит, и поставить перед собой задачу воссоздание Османской империи. И в данном случае они, так сказать, облизываются не только на Сирию, не только на Ливан, естественно, на нашу территорию. Потому что вы понимали, да? Там речь идет о том, что мы должны, чтобы нас Израиль не завоевал, мы должны сами завоевать Израиль, Иерусалим, исламский, турецкий город. И Крым является сферой их интереса. Но я вам скажу... А мы-то думали, что Крым наш, а оказывается, Крым турецкий. Да, видите, а Крым-то не наш, как бы, как оказалось, да? Так вот, Иран они уже похоронили, по сути. Они считают, что мы сейчас с Ираном разделаемся. И в данном случае готовятся половить рыбку в мутной воде и оттяпать кусок Ирана. И вот именно оттяпая кусок Ирана, они планируют дальше экспансию в Сирию, а дальше в силу того, что они рассчитывают на то, что Ливан войдет в такой этап политической нестабильности из-за войны с Израилем. Они планируют оккупацию Ливана, чтобы восстановить там контроль и порядок. Они считают, что это активно поддерживает Запад, потому что они будут гарантировать отсутствие кровопролития и стабильность и, соответственно, выходят на границу с нашим государством. То есть Иордания там вообще ни при чем? Это разменная карта? Иордания разменная карта, они ее не воспринимают. Понятно, что... Послушайте, Иордания существует, пока существует Израиль. Если завтра Израиль не станет, послезавтра не станет Иордания. И, между прочим, в Иордании истаблишмент это прекрасно. Гриш, ну вот как ты описал ситуацию с Ираном, то есть это напоминает как вот поверженный Шерхан, и шакалы вокруг него прыгают и, значит, пытаются его укусить. А как там еще обстоят дела с соседями, то есть кроме Турции? Ирак, Азербайджан... Дело в том, что всегда-всегда любая империя, а Иран – это империя, это тюрьма народов. Это еще Владимир Ильич построил метафору. Это тюрьма народов. И, конечно же, сопредельные страны. Нет ни одного государства, сопредельного, которое к Ирану испытывает симпатия. Давайте называть вещи своими именами. Иран умудрился поссориться со всеми. Поэтому даже Ирак сегодня слабый, лишенный субъектности Ирак, воспринимает такую ситуацию, как возможность решить какие-то свои территориальные проблемы. Конечно, Азербайджан тоже посматривает в этом направлении. Я хочу напомнить, что Азербайджан, в отличие от Ирака, имеет абсолютно состоявшиеся вооруженные силы, продемонстрировавшие свои боеспособности и боеготовки. И, кстати, тесные связи с Турцией, в общем-то, между армиями Азербайджана и Турцией идет очень серьезная, так сказать, кооперация, и они могут выступить единым фронтом, ежели что. Еще тут такой момент очень пикантный, что, с одной стороны, у нас есть точнейшее сотрудничество с Азербайджаном, а основные поставщики нефти в Израиле это Азербайджан, а проходят через Курс. Поэтому у нас здесь ситуация очень сложная, ситуация непростая. Ну, в данном случае возрастает роль Саудовской Аравии и возможность в перспективе с ними найти общий язык. И это, если бы Израиль сегодня договорился с Саудовской Аравией, это бы являлось бы инструментом стабильности, невиданным, это бы подорвало почву под всеми экстремистскими веяниями, без исключения на Ближнем Азербайджане. Но я вам еще другую вещь скажу. Израиль допускает раз за разом одну и ту же ошибку. Мы доминируем на поле боя, мы проявляем совершенно не виданные чудеса военного искусства, и мы совершенно не инициируем политическую повестку. Вот у нас есть потенциальный мощнейший партнер, мощнейший на Близнем Азербайджане. Это Курбин. Если рухнет Персидская империя под нашими ударами, а это совершенно не фантастический сценарий. Я хочу напомнить, кстати, это не анонсировалось. Инкогнито приезжал наследный принц Персидский в Израиле некоторое время назад и встречался с Натаньяу и с нашим президентом. Они о чем интересны? Ну, Гриш, насколько я знаю, у этого принца политический вес нулевой вообще. В Иране, по крайней мере. То есть, есть иранская оппозиция, это да, а вот принц, он совершенно не при делах. Политический вес иногда определяется количеством дивизий. Это да. Тут трудно поспорить, да. Иногда бывает и так. Так вот, я вернусь, так сказать, к курдской теме. Так вот, курды, это десятки миллионов человек, это отличные бойцы, это сердце Ближнего Востока, это народ, который многократно обращался к Израилю за помощью. И Израиль, кстати, в ограниченных объемах помогал курдам, но, возможно, эту карту стоит разыграть с большей уверенностью. Кстати, курды участвуют в поставке нефти в Израиль тоже. И тогда в центре Ближнего Востока появилась бы произраильски настроенная анти исламская, не антиисламская, они тоже мусульмане, но они против, абсолютно против вот этого фундаментализма исламского, который совершенно, они с ними воюют. С шиитами, в основном. И с шиитами, не только вообще, и все эти радикальные, тот же самый Хамас, для них это абсолютные враги. Братья-мусульмане занимают врагов. Так что и к Израилю относятся очень с большой симпатией. И почему бы нам не разыграть эту карту? И все наши враги были ослаблены таким образом. И Турция, и Иран, и радикальные, так сказать, милиции в Ираке. И появилось бы в центре Ближнего Востока союзное нам государство, обладающее огромными запасами нефти, нуждающиеся в наших технологиях, платежеспособные. Но мы, как всегда, нам неловко, неудобно, мы же там, что в Америке скажут, что там американский президент. Ну да, это передел мира, это передел нерушимость границ, там и так далее, и так далее. Я хочу сказать, что Голда Мэйр попросила у американцев в 73-м году помощь, ее послали. А когда она выкатила на приборочек 16 ракет эрикон, тогда сразу поменялось настроение в Вашингтоне моментально, и началась операция никелевая трава. Так что иногда надо действовать решительно. Но вот я в данном случае, я не являюсь слепым поклонником нашего премьер-министра Натаньягу, но вот этот трюк, который он проделал, тормознув визит министра обороны в Соединенные Штаты, поставив условие, что сначала пускай мне позвонит президент Соединенных Штатов, так ведь, черт подери, сработало. Позвонил президент, я не знаю, к чему это приведет, но таки позвонил. Я тебе скажу такую вещь, ты знаешь, что я тоже постоянно критикую нашего премьер-министра, но если он делает что-то правильно, я об этом тоже говорю открыто, и в данном случае Натаньягу, правильно, как результат, вот то, что ты сейчас описываешь, по результату. Да. Сначала думали, ну сорвал такую поездку, там его ждали, и все, а в результате американцы дрогнули. И я хочу сказать, что вот я все время это тоже пропагандирую, то, что произошло последние два месяца, феноменальные успехи наших вооруженных сил и разведки стали позволять нашему политическому руководству ну, скажем так, до известной степени доминировать в политическом отношении. На сегодняшний день политическая активность нашего премьера на международной арене и прежде всего в отношении Соединенных Штатов, она резко возросла, и ее можно расстоянивать как успешно. Ну да, то есть ты неоднократно цитировал эту знаменитую фразу, что вот убеждать человека с Библией и с пистолетом гораздо проще, чем без пистолета. Добрым словом, простите, добрым словом и пистолетом. Так вот, с пистолетом получается гораздо эффективнее. Хорошо, как ты считаешь, значит, вот атака на Иран, о которой, собственно, все говорят и все понимают, что она будет. Я понимаю, что тебе не звонили из Генштаба и не докладывали, как это будет выглядеть. Вот на твой взгляд, как будут развиваться события, то есть вот с точки зрения логики человека, человека военного и военного историка. Значит, смотри, давай несколько моментов, несколько, так сказать, выложим карты на стол. Израиль за последний год, несмотря на чудовищный провал седьмого армия, я, кстати, хочу одну только привести цифру, на южных границах находилось 400 военнослужащих, треть из которых были без оружия. Шмар просто. Это просто кошмар. И когда представитель Хамаса отдавал пару дней назад интервью, сказал, мы разгромили дивизию ГАЗа, так правильнее сказать, вы разгромили караулы дивизии ГАЗа. Часовых. Вот их они разгромили. Оставленных на праздник, да? То есть это вообще-то праздник. Да, великие бойцы, да, великие бойцы, которые даже в отличие от Хизбаллы драпались позиции, когда наши войска начали входить в ГАЗу. Тоже вопрос, как они входили, они входили тоже. Не ломились на минные поля, на минные ловушки, а там были обходные маневры и все, что было высшее проявление тактическо-оперативного искусства в районе. Так вот, наши вооруженные силы, наша разведка за последний год продемонстрировали выдающиеся достижения, выдающиеся на всех уровнях. От уровня передвижения и действий малых пехотных групп на поле боя до планирования и осуществления стратегических воздушных операций. И мы продемонстрировали, что мы можем на расстоянии, которое превышает примерно на 30% дальность вот то, что... Самых современных F-35, да? Да. И мы продемонстрировали возможность действовать крупными массами самолетов и возможность производить дозаправку в воздухе и так далее. И эти все возможности, они видны специалистам, это вообще сейчас не обсуждается. это еще не рассматривая я сейчас такие экзотические там вообще методы ведения войны, я просто не хочу как бы все вещи говорить в эфире, но допустим, авиация, это же не единственный род войск, который у нас есть, да? Есть другие рода войск, я не хочу сейчас конкретизировать более, но есть просто вещи, которые, ну, они не на повестке новостной, да, но мы ими можем удивить те самые, кстати, те самые ракеты Ирихон, про которые ты вспоминал в свете Голден Мейер, они же теперь только усовершенствованы, еще лучше. у них дальность 4000 километров, да, они вообще могут далеко, далеко могут лететь туда и во все направления. И мы записываем эту передачу накануне судного дня, то есть вот через, так что вот, как бы вот, Ирихонская труба может зазвучать с новой силой. Израиль демонстрировал раз за разом вот в эту войну, что когда Израиль наносит решительный удар, этот удар абсолютно неожиданный и совершенно по неожиданным сценариям. Никто не мог представить себе, никто, ни один человек, что будет историей. С Пейджером, да, операция Пейджер, это, конечно, я думаю, уже несколько сценариев в Голливуде готовы уже. Во-первых, во-вторых, никто не мог представить себе такую просто каскад ликвидации такого уровня. Никто не мог себе представить, что будет фактически подавлен, будет подавлен ракетный просто подавлен. просто подавлен. Ну, не совсем, честно говоря, обстрелы идут, но вот того апокалиптического сценария, который нам обещали... Давайте так, есть генерал Брихт, тоже не мальчик с соской, человек в военном деле всю жизнь, человек профи высшего класса. И он не тургеневская барочня, который склонен падать в обморок по-любому. Он описывал нам совершенно апокалиптические сценария. Он был не один такой, таких было очень много специалистов. И они все очень... они на чём-то основывали свой анализ. Они основывали на данных и мы сейчас видим, что Хизбалла может, что она не может. Да, конечно, гибнут наши люди, наши братья и сёстры, у нас плачет сердце, но то, что нам описывали, что наше государство будет... Да, что страна будет повержена, да. Да. Этого не происходит. Почему? Конечно, наше ПВО, всё, они работают, всё честь и мы хвала, но это не главное. А главное заключается в том, что наша разведка предоставила точнейшие данные и были нанесены удары не только по командной но и по месту хранения боеприпасов самого разного уровня, класса, видов. Поэтому эти все моменты, конечно, они влияют на... Ну, Игорь, ещё я хочу добавить, что определённый шок был и у руководства Хизбаллы, и вообще в мире тоже, что Израиль начал немножечко нарушать правила, которых он придерживался всё время. То есть правильно многие говорят, что после 7 октября у нас изменились правила? То есть когда все эти склады и бункеры находятся под жилыми кварталами, да, никогда раньше Израиль не наносил ударов, а сейчас нанёс, потому что у нас нет другого выхода. Тут ещё такой момент. Меня очень притикует, когда я привожу этот пример, но он настолько очевиден, что его умолчать тоже не кажется. С Хизбаллой на Северном фронте изменились правила игры после убийства друзей. Вот когда упала ракета на этот стадион, это было примерно месяца два назад приблизительно, и когда после этого было ликвидировано главком Хизбаллы, Дабаш, вот после этого началось победоносное шествие нашей разведки. Но ведь это был просто триггер, вот эта гибель этих детей, это был триггер, то вся операция давно готовилась. Конечно, лет 10, если не больше. Это был триггер, когда мы посчитали, что всё, вот как говорят наивелики, откан. Да, то есть перчатки сняты. Вот, и интересно вот что, наши главные, так сказать, воины, доблестные наши союзники, дорогие, любимые американцы, они же любят чужими руками каштаны из огня таскать. И сейчас заговорили в американском эстеблишменте, а давайте в связи с того, что Хизбалла о разгромленных, она не разгромлена, надо понимать. Да, далеко не разгромлена. Это ещё предстоит очень много работы, ещё очень много крови уйдёт. Но тем не менее. А давайте вычленим Хизбаллу из формулы для лишения после военного урегулирования в Ливане, и наконец-то там будет правительство. Это хорошо, что эти разговоры. Потому что действительно... И тоже французы сразу же тоже подоспели, подсуетились. великие демократы, да, великие демократы. Потому что если нам будет дан карт-бланш на уничтожение Хизбаллы с тем, что впоследствии мы положим Ливан на блюдечке с голубой каёмочкой просвещённому международному сообществу, это может быть не самый плохой вариант для Израиля. И там пройдут демократические выборы, и мы поддержим крестьянские и русские общины, и будет выбран президент, которого не убьют, как Хизбалла убила прошлого президента. В карьере, да. Да, так возможно, возможно, и не самый плохой вариант. Да. И может быть то, что являлось задачей первой ливанской войны, а это, я напомню, был мирный договор с Ливаном, была сверхзадача, может быть, сейчас это будет наконец осуществлено, и посмотрите, как может получиться. если действительно будет уничтожен Хамас и в Газе будет военная администрация, да, как вот сейчас, ну, это уже озвучено. Я прошу прощения, позавчера Узи Даян, это не самый, не самый правый наш политик, мягко выражается, сказал в интервью, что единственным решением в Газе на ближайшие три года будет установление военного режима. Ну, это было очевидно, в общем-то, с первых дней, да, ну, почему-то. Далее, да, то есть газу выносим за скобки, с Ливаном мирный договор подписываем, Хизбалу уничтожаем, с Ливаном мирный договор подписываем, Иран отправляется в утиль, так сказать, исторический, дальше с помощью саудовцев каким-то образом решаем обоюдными компромиссами палестинский вопрос, и вот это вот сверхзадача Ирана создание вот этого огненного пояса вокруг нашей страны, все остается пшиком. А как же Эрдоган? За маленьким нюансом, за маленьким нюансом остается великий султан. Одной из сильнейших, я бы сказал, европейской армии НАТО. Я хочу также напомнить, что сейчас там идут активные разговоры среди истеблишмента, а нужно ли Турции оставаться в НАТО? Потому что главной причиной вступления в НАТО в свое время для Турции была угроза Советского Союза, а сейчас такой угрозы нет. И Существует НАТО наоборот им связывает руки. Они говорят, если, может быть, мы выйдем из НАТО, это даст нам возможность оккупировать Кипр, оккупировать Крым, оккупировать часть Сирии, оккупировать Иван. То есть они настолько уверены, что НАТО это тоже бумажный тигр, который ничего им не сделает в ответ? Конечно, естественно. Они уверены, что принципиально американцы заинтересованы на них больше, чем они в американцах. И я хочу напомнить, что только в двух позициях мы доминируем по отношению к Турецкой АТО. Это авиация, где, естественно, мы намного седлили. И это то оружие, которого у нас нет, но если понадобится, мы его приедем. Да, и слава богу, что турки в свое время, извините за такое слово, выпендрились, и американцы в последний момент установили им поставку F-35. флот, и, между прочим, флот, скажем, турецкий, в два раза больше израильского, танковые войска почти в два раза больше повышаются, а оружие у них в целом современное западное. натовское оружие у них все. Вот, либо турецкого производства, которое формально соответствует натовскому. Да. И самое интересное, что если, так сказать, падет Эрдоган и к власти придет оппозиция, то это будет еще хуже. Но я скажу другую вещь. Я скажу другую вещь. Дело в том, что у нас есть с юга наши обожаемые нами любимые и горячо десно целуемые экипетские друзья, которые сидят на заборе. Если мы будем демонстрировать силу и могущество военно-политическое и экономическое, они будут соблюдать союзические обязательства. А если мы будем слабы, они моментально воркнут нам множество. Никаких иллюзий у нас нечего. Причем пока эти друзья сидят на заборе, как ты образно выразился, штаны у них рвутся все шире и шире. Потому что Суэцкий канал практически заблокирован. То есть оборот Суэцкого канала и доходы Суэцкого канала, которые являются чуть ли не главным фактором пополнения египетской казны, упали в разы. Я не знаю, я бы на месте египтян, которые имеют огромные возможности для широкомасштабных десантных операций, просто оккупировал бы и вернул бы судоходство. Я думаю, что они бы смести с лица земли вот этот самый порт и сану и прочее, они бы могли тоже легко. Даже их, используя их вооруженные силы. Да, у них шестой по атомнажу в мире военно-морской флот. Причем, что интересно, если представить себе такую ситуацию, ведь египетская армия, она абсолютно не обременена никакими моральными европейскими ценностями или так далее. Предупредить, прежде чем бомбить дом, предупредить, этого же просто нет в принципе. И чего бы они ни сделали, никакое европейское сообщество даже рот не это даже в новости не попало бы. Ну, просто кому интересно, что египетяне ледут кого-то в доме. Смели, смели, емин с лица земли, но это же не евреи смели, Это же не про евреев, это же не про евреев, только это же неинтересно. Вот такие дела у нас с вами. Спасибо, спасибо большое, Григорий Тамар, офицер армии обороны Израиля в отставке, военный историк, журналист-писатель. Подписывайтесь на канал Григория Тамара, там интересная информация. Ну, а мы желаем тебе хорошего полета и хорошей записи в книге судеб. Мы накануне судного дня, Йом-Кипур. Спасибо, всего доброго, Гмар Хатимадова.